Видеоканал «Первая столица» и Россотрудничество в Украине представляют проект «Пути и судьбы». Он ей сказал, «Галя, вы очень хорошая, вы самый близкий друг, но я вас не люблю». Какая женщина хотела бы услышать такие слова? А она вот услышала. Потом страдала, лечилась от нервов и покончила с собой на его могиле. Пишут, что именно Галя, Галина Бенеславская, любила его больше всех. А он любил многих, некоторые рожали ему детей. О нем ходили сплетни при жизни, о нем слагались мифы после смерти. Яркая и стремительная жизнь этого человека оставила глубокий след и в истории литературы, и в людских сердцах. Сергей Есенин. Великий русский поэт. В этом году исполняется 120 лет со дня его рождения. В жизни Сергея Есенина любовь и творчество сплелись неразрывно. К женщинам великих всегда особое внимание. Разглядывают, оценивают. К музам поэтов присматриваются тем более. Ведь поэзия и есть язык любви. Вдруг, если выглядеться пристальней, откроется какой-то секрет. Сергей Есенин познакомился с Анной Изрядновой в типографии «Сытина» в Москве, где работали оба. В начале 20 века это было крупнейшее предприятие, которое печатало четверть всех книг, издаваемых в России. Сергею было 18 лет, Анне 23. Разница вроде бы небольшая, но в юном возрасте довольно существенная. Он еще даже не оперился, не обзавелся в Москве своим углом, а она уже стояла на своих ногах. Анна Изряднова была скромной, застенчивой и внешне неприметной женщиной. Мужчины не обращали на нее внимания, и она чувствовала себя существом одиноким. Можно себе представить, какое впечатление произвел на нее этот неправдоподобный юноша. Он только что приехал из деревни, но по внешнему виду на деревенского парня похож не был. С золотыми кудрями он был кукольно красив. Окружающие по первому впечатлению окрестили его Херувимом. Отец журит, что он занимается не делом, надо работать, а он стишки пишет. В декабре 1914 года у пары родился сын Юрий, а в марте Есенин безо всяких угрызений совести оставил и Анну, и первенца, и уехал в Петроград искать там свое счастье и славу. Да и потом Есенин не заботился о них и навещал крайне редко. По словам современников, Анна Изряднова никогда ни в чем не упрекала бывшего мужа. Наоборот, защищала от всех нападок. Черноволосая красавица Зиночка Райх прекрасно смотрелась на палубе белого парохода. Влюбленный жених то и дело отходил в сторону, любуясь девушкой. Он не слышал, о чем шепталась невеста с его лучшим другом. «Зина, это очень серьезно. Поймите же, я люблю вас с первого взгляда. Давайте обвенчаемся. Немедленно. Если откажете, покончу с собой. Скоро берег. Церковь. Решайтесь, да или нет. Да». По дороге к церкви Сергей Есенин нарвал полевых цветов. Забыв про несостоявшегося жениха, Алексея Ганина, молодая пара Райх и Есенин обвенчались в маленькой церкви под Вологдой. Сергей Есенин с Зинаидой жили в плохоньком номере какой-то гостиницы. У них было неуютно, мрачно, по-богенному. На столе крошки, вода разбросана. К нам вечерам приходили часто. Она беременная Танечкой, в черном платье с высоким воротником. Он в сереньком костюме с галстуком-бантиком. Приносил балалайку, пел и читал стихи. Ближе к родам Зина уехала к родителям в Орел, а Сергей в Москву, чтобы примкнуть к поэтам и маженистам. Начались семейные распри. Пара то сходилась, то расходилась вновь. Когда Есенин сказал жене, что все чувства прошли, что его вполне устраивает та жизнь, которую он ведет, Зинаида не хотела верить. «Любишь ты меня, Сергун, я это знаю, и другого знать не хочу». В этом браке у Сергея Есенина появилось двое детей – дочь Татьяна, любимица, и сын Константин. Однако сын родился уже после того, как Зина и Сергей окончательно разошлись. Известно, что инициатором разрыва была жена. Хотя также достоверно известно, что она продолжала его любить. Это весьма важно, ибо до конца жизни Есенина, она зримо или незримо, присутствовала в его судьбе и играла в ней далеко не последнюю роль. Любовь к Сергею Есенину Галины Бенеславской не занимает, к сожалению, в официальной биографии поэта заслуженное место. Они были очень разные. Он – обаятельный и артистичный, с золотыми волосами и легкой ланьей походкой. Она – полуфранцуженка, полугрузинка. Воспитывалась приемными родителями. Любовь накрыла ее, как океанская волна. Он позволял себе встречаться с другими женщинами, но безумно ревновал, когда она пыталась освободиться от своей болезненной любовной зависимости. Переживания были так сильны, что Галина заболела неврастеней. Пришлось лечиться в санатории. Она предпринимала попытки забыть Есенину. В будущем и сравнительно недалеком буду бороться в себе с этим чувством. Ни о каких последствиях не думала, а потянулась к нему, как к солнцу. После смерти Есенина Галина никому не жаловалась. Не давала ни единого повода заподозрить, что ее дни сочтены. Дату ухода она выбрала не сразу. Ей важно было закончить воспоминания, разобрать документы. День своей смерти она выбрала таким, чтобы число совпало с днем рождения любимого человека, а месяц – с месяцем его ухода. 3 декабря 1926 года ночью она убила себя на могиле Сережи. Стреляла в себя несколько раз, но револьвер давал осечки. Тогда она покончила с собой острым кинжалом. В 1921 году знаменитая Айсидора Дункан приехала по приглашению наркома Луначарского открывать в СССР школу танцев. На одном из приемов она исполняла под аккомпанемент интернационала свой коронный номер – танец с шарфом. Айсидоре тогда исполнилось 44. Разница в возрасте Есенина не смутила. Дункан была хороша собой. «У Айсидоры было сотни мужчин, а я буду последним», – говорил он друзьям. Танцовщица поймала взгляд светловолосого молодого человека. Их познакомили. Часто, когда люди спрашивают меня о моей морали, я отвечаю, что считаю себя исключительно моральной личностью, потому что во всех моих отношениях с мужчинами я делала только такие движения, которые казались мне прекрасными. С того приема они уехали вместе. Расписались в 1922-м по формальному поводу. Танцовщице хотелось на время уехать из России, но не хотелось расставаться с Есениным. Поэтому, чтобы получить визу, пришлось зарегистрировать брак. Сначала проводили время в Париже, потом в Америке. Однако любовная идиллия длилась недолго. Есенина за рубежом воспринимали исключительно как приложение к знаменитой танцовщице. Он чувствовал себя никому не нужным. Тосковал, у него началась депрессия. Поэт стал пить, между ним и Асидорой разыгрывались душераздирающие сцены. Через год супруги вернулись в Россию. Но отношение Есенина к жене к тому времени сильно изменилось. Напиваясь, он устраивал скандалы, а порой и поколачивал Асидору. Устав от всего этого, она одна уехала в Париж. А вскоре получила телеграмму от Есенина. «Я люблю другую, ТЧК. Женат, ТЧК. Счастлива, ТЧК». Софья Древна Толстая была внучкой писателя Льва Николаевича Толстого. Высокая, представительная, но красавицей ее назвать было нельзя. Слишком уж она походила на своего деда. Друг Есенина, поэт и драматург Анатолий Маренгов, высказался однажды по этому поводу так. Не хватало только лысины и седой бороды. Но ее окружала аура имени великого деда. На Есенина этот отцвет великой славы действовал как гипноз. И в голове поэта родилась мысль жениться на знаменитой внучке, соединить свое имя с именем Толстого. А уж Софья Андреевна, как не раз уже бывала с женщинами, влюбилась в Сергея Есенина с первого взгляда. Влюбилась без памяти, вопреки всему. Короткая совместная жизнь Толстой и Есенина, продолжавшаяся около года, была омрачена чередой тяжелых сцен. Есенин сомневался в правильности своего сердечного выбора. Проводил время в сомнительных компаниях. Пьянствовал беспробудно. Мне иногда плакать хочется, когда я смотрю на него. Ведь он совсем как ребенок наивный и трогательный. И поэтому, когда он после грехопадения, пьянства, кладет мне голову на руки и говорит, что он без меня погибнет, то я даже сердиться не могу. Глажу ему голову и плачу, плачу. В известную семью Есенина привела последняя попытка обрести мир и душевный покой, придать благообразие и размеренность своей жизни. Официально этот брак был зарегистрирован, но при этом развод с Дункан поэтом оформлен не был. После смерти Есенина Софья Толстая сделала очень много для сохранения его литературного наследия. Параллельные линии не пересекаются, учат физики. Но во вселенной Сергея Есенина было все иначе. Пересекались параллельные, сходились и расходились вновь. Его мир не был белым, но и черным он не был тоже. Многоцветный мир, полный оттенков и полутонов. Есенин жил в то время, когда ломались устои, когда сильнейшие человеческие чувства становились порой разменной монетой в политических играх. И все-таки в это бурное время поэт жил и страдал, любил и ненавидел, ошибался и начинал сначала. Писал стихи, как дышал. Иначе не мог. И в глазах его любимых женщин отражался и он сам, и эпоха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok